Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, сейчас, конечно, поговорим о ситуации, которая сложилась вокруг ПНБ банка. Напомню, что вчера, уже после 9 вечера, ФКТК, Комиссия по финансовому рынку и капиталу, распространила сообщение о том, что приостанавливается вся деятельность ПНБ банка, то есть не работают банкоматы, нельзя делать никакие переводы. И я так понимаю, что деньги тоже замораживаются. Естественно, в соответствии с законом, до 100 тысяч вот эти вклады будут компенсированы людям. Но вот все, что выше, в том числе, я так понимаю, что деньги зависли и у целого ряда самоуправлений. И я так понимаю, что им придется стоять в очереди, ждать, удастся ли что-то после реализации активов получить. Это такой общий экскурс, скажем, в те события, которые вчера развивали. Сейчас мы попытаемся вот эту ситуацию проанализировать. Для этого пригласили бывшего министра экономики, а ныне депутата Сейма, представителя комиссии парламента Вячеслава Домбровского. Добрый день. Да, добрый день. Ну, уже, казалось бы, после череды вот всяких происшествий с банками, с регулярной, вот уже достаточно регулярной, последняя была эта вот история с АБЛВ, с одной стороны, вроде бы, ничему уже не приходится удивляться, с другой стороны, нам сообщают, что вот Норвик или сейчас ПНБ, это банк, который находился под надзором ЕЦБ. За ним приглядывались, так можно сказать, и ФКТК, и вот люди, как бы, может быть, далекие от финансов, говорят, ну что ж такое, уже и Франкул следит, и Рига следит, и кто только не следит, а в результате вот наши пенсии и наши накопления оказались замороженными. Ну, ситуация действительно интересная, вопросов здесь немало, потому что данный банк является шестым самым большим в Латвии, то есть сам по себе этот факт недостаточен для того, то есть по его размеру недостаточен для того, чтобы за ним прямо следил Европейский Центральный Банк. Но, тем не менее, именно по настоянию ФКТК, то есть комиссии по надзору, Европейский Центральный Банк совсем недавно, только в декабре 2018 года, мне кажется, даже, нет, извиняюсь, в апреле этого года, 2019 года, по просьбе комиссии по надзору, Европейский Центральный Банк принимает на себя функции по надзору. То есть, причем при всем этом, если мы говорим о каких-то неправильных решениях в банках или так, то сама комиссия по надзору, то есть по словам господина Гусельникова, бывшего или полубывшего владельца банка, еще с 2015 года, то есть уже 4 года, сидит на всех заседаниях правления бывшего Норвега банка БНП. И вот ЕЦБ после проверки на месте, то есть, я так понимаю, что 12 августа инспекторы Европейского Центрального Банка были здесь, в Риге, на инспекции этого банка, буквально через несколько дней Европейский Центральный Банк принимает, говорит, что у нас нет уверенности в том, что активы, стоимость активов превышает стоимость пассивов, поэтому мы считаем, что этот банк в ближайшем будущем имеет серьезный риск провалиться, поэтому мы считаем, что его нужно закрыть, то есть это решение фактически обязательное для того же ФКТК. То есть вопросов немало, также несколько учитывая то, что прошлое данного банка, оно тоже весьма скандально. Бывший владелец Гусельников, когда же начал судопроизводство, в международном суде против Латвии, то есть по слухам, по крайней мере, по словам Илмара Ремшевича, требовали даже в ходу 200 миллионов евро как компенсацию за так называемое отдело Виннержи, где оно относительно старое, несколько лет, но по сути это все связано с теми же фигурируют слова ветряные парки, ОИК или КОС. То есть они выдавали деньги. То есть история весьма неясная, ну, я бы даже сказал, несколько мутная. Причем совсем недавно тот же Григорий Гусельников также публично говорил о том, даже было начато уголовное дело о том, что тот же Илмар Ремшевич, долголетний президент Банка Латвии, регулярно вымогал взятки у того же Гусельникова, для того, чтобы закрыть глаза или как-то... И вывезли соответствующие заявления. Вывезли заявления. То есть вопросов немало. То есть что мы имеем в сухом остатке? Очередной банк фактически закрыт. Мы говорим о тех, кто в этом банке основная группа клиентов, можно сказать, это был банк пенсионеров. То есть по разным оценкам от 40% до, возможно, 2-3 клиентов банков это пенсионеры. То есть мы говорим примерно о как минимум 40 тысячах пенсионеров и до около 67 тысячах пенсионеров. Согласно закону, максимум, если я не ошибаюсь, 8-9 рабочий день всем тем, у кого вклады меньше 100 тысяч евро, ну, конечно, у нас вряд ли есть пенсионеры, у которых они есть, они будут выплачены. Но это 12 дней. Вот начиная с вчерашнего дня это 12 дней. То есть людям надо что-то жить. Да. Представим себе пенсионера, который... Одинокий. Тем более, да, одинокого пенсионера, тем более с теми пенсиями, которые есть, вряд ли есть какие-то еще накопления, то есть как этот пенсионер 12 дней проживет, если он планировал сегодня-завтра пойти и снять очередную сумму денег из банка. Ну, это несколько крайне... Ситуация крайне неприятная. Ну, плюс к тому, мы говорим о банковской предприятии, в котором работало... Недавняя оценка была 600 человек, вот недавно сегодня было заявление члена правления этого банка более 500 человек. То есть прибавим, да, к этому еще и АБ, которого тоже люди потеряли работу. Да, то есть более, еще более 500 человек теряет работу. То есть госбюджет, соответственно, теряет уже в ближайшем будущем также налоги и так далее. Ну, тенденция ясная. Премьер-министр, тем не менее, очень спокойно заявил, что ситуация под контролем. Министр финансов, господин Рейерс, тоже сегодня публичное выступал, я говорю о том, что очень стабильная ситуация, очень стабильная. В целом, для тех, я думаю, что главная новость, что те вкладчики, конечно же, у которых меньше 100 тысяч, они свои деньги назад получат, вопрос, конечно, когда, но, например, я думаю, что через 12 дней это выплата начнется. Но, к сожалению, есть и будут такие, у которых те вклады превышают 100 тысяч. То есть, уже один пример, уже мэр Далгов Пёс, Андрей Олександрович, заявил, что у самоуправления и предприятий немало средств было именно в этом банке. И что Далгов Пёс, скорее всего, теряет, то есть, свыше 100 тысяч, это около 1,3 миллионов евро. Что для Далгов Пёса деньги весьма немалые. Явно, что есть, наверняка, какие-то так же предприятия, которые там было больше, чем 100 тысяч. То есть, для них это тоже будет весьма серьезная проблема. Динамика крайне неприятная. К сожалению, к сожалению, учитывая, что то, что уже и происходило с финансовым сектором, это, ну, действительно часть тенденций. И крайне неприятно то, что высокие должностные лица, правительство и так далее, реакции идут от того, что, ну, скажем такой, да ну и что. Подумаешь, там еще... Это не маленький банк, можно. Да, подумаешь, еще один банк, подумаешь, 500 рабочих мест и так далее. Но, что самое, самое неприятное, что реакции вплоть до таких восторженок. Очищения. Особенно, особенно среди той части общества, которой нравится называть себя элитой нашего общества. То есть, там реакция, да, действительно такие, очищение, упорядочивание, да, то есть, не знаю, возможно, каким-то образом для них то, что люди теряют работу, то, что в банковском секторе будет меньше конкуренции, то, что для тех же пенсионеров, ну, для которых этот банк предоставлял специально особо дешевые предложения сейчас, ну, она ходит, может быть, на несколько евро в месяц, да, но для них это деньги. То есть, будут банковские условия более дорогие. Ну, часть, к сожалению, часть общества от этого в открытом восторге. То есть, и очевидно, как, и очевидно не понимает связи между рабочими местами и поступлениями в бюджет и наличием тех же врачей, да, например, в той же долга в пресс-больнице. Да, мы об этом еще тоже поговорим. Все-таки, вот, объясните, может быть, как человек, который разбирается в финансах, вот, с одной стороны, Европейский Центральный Банк, как вы сказали, вот, он заявил о том, что вот мы решили приостановить деятельность банка, но чтобы спасти, вот, чтобы ситуация еще не ухудшилась, потому что мы уже видим, что сейчас активы меньше, чем вот пассивы, и чтобы ситуация не ухудшилась, мы, как бы, приостановили работу банка, с одной стороны. С другой стороны, сегодня ФКТК на пресс-конференции заявил о том, что уже на следующей неделе будет подан иск о неплатежеспособности банка. Значит ли это, ну, как мы можем предполагать, да, что в тот момент, когда было принято решение банк закрыть, уже было, в принципе, ясно, что он неплатежеспособен. Что там уже спасать, в принципе, нечего. Я думаю, что для ФКТК, на самом деле, эта ситуация вообще крайне неприятная. Я думаю, что серьезная потеря лица, потому что, если действительно верно, что они четыре года сидели на всех заседаниях правления и занимались надзором этого банка до апреля этого года, то как так получается, что ФКТК надзирает, четыре года сидит на заседаниях правления, то есть утверждает каждое фактически решение правления, да, и тут приходит Европейский центральный банк, то есть перенимает, причем по просьбе самого ФКТК. И фактически тут же констатирует, говорит, что у вас, на самом деле, размер активов, на самом деле, не соответствует размеру взятых на вас на себе обязательств. Ликвидности нет, короче говоря. Да, то есть, ну, здесь, если мне кажется, тоже примера выразился, что-то о том, как это свидетельство об эффективном надзоре, ну, если эффективный надзор, то только со стороны Европейского центра банка. Действительно. В таком случае содействует весьма большой некомпетентности со стороны именно ФКТК. Что не помешало руководству получить баснословную компенсацию, да, это тоже какой-то уникальный случай, решением парламента они получают фантастические деньги и уходят. Ну, и, конечно, на данный момент тоже с ФКТК, да, ситуация интересная, то есть, по какой-то причине, которая никогда ни обществу, никому не была объяснена, предыдущее руководство ФКТК, господин Путнич, был фактически, приняв специальный для этого закон, фактически был смещен, причем это потребовалось сделать настолько быстро, что даже не стали дожидаться конкурса выбора следующего правления, то есть, вместо него поставили совершенно зеленого человека, скажем, чиновника средней руки из того же ФКТК, ну, очевидно, с надеждой, что там за лето может случиться. Вот случилось, да. Оказывается, может случиться, что-то за лето. Да. Ну, вот, многие уже сейчас пытаются говорить о том, что, может быть, это хотел того премьера или нет, но это часть так называемого капитального ремонта в финансовой сфере, я думаю, наши радиослушатели помнят, что господин Калнич только стал премьером и тут же провозгласил вот этот капитальный ремонт в финансовой сфере. Я так понимаю, что он свелся к тому, что просто выгоняли как бы клиентов, не резидентов с их деньгами. Совершенно верно, за что этот капитальный ремонт, я бы не стал говорить, что авторские права принадлежат именно премьеру Каринчу, то есть, он был начат еще премьером Чинским еще с истории САБЛВ, то есть, ну, здесь тоже ситуация, конечно, абсолютно феноменальная складывается, то есть, нынешнее правительство, правительство того же единства, вдруг говорит, представляете, у нас здесь финансовый сектор, одна сплошная, так сказать, прачечная, одна занимается разве что только отмывкой денег. И нам это все, да, пора это прекратить, нам это все необходимо закрывать. Но весь этот финансовый сектор формировался, на самом деле, и работал очень долгое время под крылом, можно сказать, руководства той же Вину Тима и исправно заносило пожертвования, в том числе тому же единству и так далее. На самом деле, если мы пойдем вообще совсем дальше, даже в, скажем так, в генезис того же единства или новое время, как такое было, да, то вспомним. Господин Репша, который основал новое время, когда он потребовал, так сказать, себе попросил, что ему нужен миллион. Да. Чтобы народ собрал. Чтобы народ собрал для того, чтобы пойти в политику, то есть, ну, кто же собрал этот миллион? Ну, не совсем народ Латвии, его собрал в основном, кстати, те же банкиры. Здесь версии весьма разные, он это собрал для господина Репша или он это собрал для того, чтобы Репша ушел от центрального банка и там бы полностью заправлял бы господин Илмар Ремшевич. Да, и мы знаем, чем это закончилось. и мы знаем, чем это закончилось. То есть, вопросы есть. Здесь, конечно, Конечно, глаза так широко открываются, что то же единство фактически стояло, можно сказать, у истоков как создания, так и функционирования всего этого финансового сектора. И теперь заявляют, что как будто чуть ли кто-то еще вдруг это как-то создал, и там одна сплошная прачечная, и отмыв денег. Но, по сути, опять же, сухой баланс стоков. То есть, был сектор, который занимался экспортом финансовых услуг. То есть, что-то вроде транзита, угля, нефти и так далее. Он не единственный в мире этим занимался. Занимался ясно, что он занимался, скорее всего, этим также с какими-то определенными нарушениями, даже преступлениями, тем же отмыванием денег. Но вряд ли это единственное, что там было, или там было только отмывание денег. И теперь этот сектор в течение последних нескольких лет, он фактически целеноуничтожается. Это минус экспортные доходы, это минус рабочие места, это минус поступления бюджета и так далее. То есть, здесь наша так называемая элита говорит, что это все абсолютно ерунда, это все несовременно. Мы, так сказать, все будет только лучше. И вот на самом деле к нам инвестиции иностранные не шли именно из-за того, что здесь было. А вот сейчас потекут рекой. А вот сейчас рекой инвестиции иностранные пойдут, что является тоже несколько таким полным бредом. Ну или тогда, если уж это мешало инвестициям, почему тому же единству в их предыдущих правительствах, что же им мешало принять такие шаги для способствования? Да, вот тоже интересно. Я так как-то запал вот так вот в память. По-моему, вы говорили как раз год где-то тому назад, когда только начался условно этот капитальный ремонт. Вы сказали, ну вот смотрите, если там, не знаю, таможенники знают, что там в товарном поезде кто-то проводит наркотики. Ну есть два момента. С помощью информаторов это все прикрыть, этот все наркобизнес. Или сказать, слушайте, а давайте мы вообще отменим грузовые поезда, и негде будет переводить наркотики. Вот примерно, я так понимаю, у нас так борьба с отмыванием денег. То есть хотят вообще убить вот эту систему, и тогда никто не будет отмывать деньги. Ну именно так. Здесь, знаете, как-то, я как-то раз слышал, как один представитель западных кругов как-то отозвался о Латвии, сказав другому своему коллеге, знаете, с ними, с латвийцами надо осторожно. Им скажешь прыгать, так они выпрыгнут через окно. В смысле того, что делают, так сказать, чересчур сильно стараются на любую какую-то рекомендацию. То есть был сигнал со стороны Международного сообщества бороться с отмыванием денег. И мы пошли еще дальше. Ну зачем, так сказать, только бороться с отмыванием денег? Давайте вообще все, давайте не только бороться, но и вообще все закроем. В конце концов, я думаю, что не исключено, что образуется такая весьма интересная ситуация, даже такая абсурдная ситуация в поводу того, что будут потрачены миллионы евро на то, чтобы развить это, скажем, в людей, в оборудовании, чтобы развить, скажем, в борьбу по отмыванию денег. И одновременно будет уничтожена вообще вся та индустрия, весь тот сектор, который, в принципе, мог заниматься каким-то экспертом финансовых услуг. То есть что бы это значило? Ну это было бы как все равно, если бы вы, скажем, инвестировали в какой-то таможенный пункт, наняли бы новых таможенников, купили бы оборудование для рентгена, грузов и так далее. И одновременно закрыли бы границу. То есть, конечно, вопрос, для чего тогда нужно было все это делать. То есть вот здесь примерно, мне кажется, к этому мы идем. Да, вот может быть еще один такой вопрос в первой части мы успеем обсудить. Может быть он наивный, но нам казалось, что после всего этого скандала вокруг АБЛВ, БЛВ, да, вот его закрытие, что якобы, не знаю, власти должны, и ФКТК в том числе должны были какие-то уроки извлечь. Во-первых, ну как, с одной стороны, лучше контролировать банки, с другой стороны, все-таки не поддаваться на все эти провокации, какие-то заявления, защищать свою банковскую систему. Ну вот случай вчерашний, да, или сегодняшний, он показывает, что пока никакие выводы не сделаны. Данный случай, я думаю, больше он не имеет прямой связи с отмыванием денег как таковых. Потому что Норвиг не фигурировал в данном процессе. Норвиг был одним из так называемых ритейл-банков, то есть банков мелкорозничных, скажем так, банков, которые в основном ориентируются на обслуживание местных клиентов. То есть, как я и сказал, в большинстве своем пенсионеров. То есть, такой нишевый банк. У банка Норвиг изначально были проблемы в связи с кредитом в размере, если не ошибаюсь, 50 миллионов евро. Это вот фирма Виннержа на строительство внутренних парков. Где потом была крайне некрасивая история, где Григорий Гусельников, владелец банков, то есть была целая компания, утверждал, что его, грубо говоря, сильно кинули. Те же администраторы по непродержеспособности и так далее. И что это серьезно испортило баланс того же банка. Я не знаю четко, то есть конкретно, в чем была суть претензий вот этой вот инспекции Европейского Центрального Банка, которая была здесь практически несколько дней назад, фактически. Но моя догадка, что это, скорее всего, связано именно с этим злосчастным делом Виннержи. Похоже, да. Которые все-таки оценили, что эти отданные 50 миллионов евро, ну, очевидно, все-таки в весьма серьезном объеме, скорее всего, не могут быть. Депутат Сейма от фракции «Согласие» Вячеслав Домбовский на студии. Небольшая пауза новостей и рекламу. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, Вячеслав Домбовский, депутат Сейма от фракции «Согласие». Понятно, что для клиентов банка это прямо, скажем, неприятная ситуация. Так, чтобы эту тему все-таки завершить и успеть обсудить, может быть, и еще какие-то темы, связанные с работой правительства, в том числе вот эти обещания правящих. Все-таки вот завершая этот вот разговор о банковской сфере, ну, мы понимаем, что если нерезидентов в Латвии больше нет, ну, я имею в виду и вкладов, да, то возникает вопрос, у нас действительно довольно много банков, а что будут делать те банки, которые действительно занимались вот в основном, их клиентский портфель состоял из вот этих вкладов нерезидентов. Вот этого сегмента нет или почти нет. Что дальше? Слушайте, это крайне хороший вопрос. Да. У нас банк, как таковой, может заниматься, ну, в Латвии, по сути, ну, так же, как любое потребляйство, двумя вещами. Оно может работать на внутренний рынок или оно может работать на внешний рынок. Оказываются эти стандартные услуги, да. Внутренний рынок, стандартные услуги, принимание депозитов, перечисления, банковские карточки, там, давать кредиты. Это ипотека, да. Это ипотека и так далее. Лизинг, да. Ну, для этого Латвия – это очень маленький рынок, да. И причем рынок сужающийся. Для населения, как мы знаем, постоянно падает и демографически уезжает и так далее. То есть, мы смотрим на похожие страны и по размеру, и мы видим, что количество банков, которые работают только на внутренний рынок, ну, его может быть три. Два-три банка, да. У нас было весьма много банков по той причине, что большая часть работала на внешний рынок, занималась экспортом финансовых услуг, да. То есть, ну, это просто пример этого. Например, это сильно сопряжено с международной торговлей, да. То есть, там приходит, скажем, какой-то груз, нефть, уголь, удобрения и так далее, что-то другое. Везде, в любой транзакции есть вариант, там, стулья утром, деньги вечером и так далее. То есть, в этом работают банки. Также для, то есть, для этого, ясно, важно, чтобы иностранцы, иностранный инвестор, иностранный бизнес мог бы более-менее свободно, скажем, как открывать счета, то есть, оперировать деньгами на территории и так далее. Поэтому у нас был, то есть, у нас была, по сути, помните этот лозунг, там, Латвия, там, маленькая Швейцария, там, мы ближе, чем Швейцария и так далее. То есть, это отрасль. Мы центр финансовых услуг в регионе всем, нравится она кому-то или нет, но в течение 90-х и после ее долго и целенаправленно строили, да. И это была отрасль, которая экспортировала на сотни миллионов евро в год, то есть, ну, и порождала весьма немалую, скажем, активность. И также помогала другим отраслям, скажем, из-за этого здесь была, Рига была привлекательным местом для того, чтобы, например, вести какой-то международный бизнес, да. И покупать недвижимость, в том числе, кстати говоря, да. Ну, недвижимость, конечно, сопряженно с таким, да. И вот буквально за последние несколько лет было сказано, что все, нет, все, что там происходило, это одно сплошное отмывание денег. Заниматься обслуживанием этих денежных потоков, это только плохо, и это вообще прошлое, Латвия от этого уходит, да. Ну, причем было это сделано не совсем добровольно. Сначала не совсем добровольно, потом, как это часто водится, немало местных, так сказать, политиков деятели, скажем так, с большим энтузиазмом отнеслись к данной идее, что вот, оказывается, они этого хотели делать давным-давно, только кто-то им, кто-то им почему-то мешал. Ну, то есть, хорошо, такие, ну, такие решения, наверное, можно делать, если вот такая очень развитая страна, вроде той же там Швеции, Дании и так далее. Ну, если у вас есть другие индустрии, хорошо развитые, которые в нем, ну, зарабатывают немало денег, да, и со временем, ладно, вы создадите брешь, но со временем у нас заполнится. Ну, в Латвии, задний вопрос, а что созидается, да, то есть, у нас здесь вот так посмотрим, грубо говоря, большую картину последних 30 лет, в начале 90-х было сказано, Латвии бы очень, очень индустриализованной страной, да. В начале 90-х правящие тех времен сказали, нет, индустрия нам не нужна. У нас будет, мы будем заниматься транзитом грузов, потому что мы, мол, единственный выход той же России на Балтийское море с развитыми портами, ну, так, основной выход, да, и мы будем финансовым центром, мы будем также заниматься перевалкой денежных потоков, да, ну, хорошо, то есть, индустрии сделали, как обещали, в основном, да, но далее, чтобы, ну, чтобы здесь стать вторым роттердамом Европы, ну, была необходима совершенно другая политика по отношению к той же России, ну, как мы знаем, в реальности было что-то, нечто совершенно, совершенно другое. В результате Россия начала строить свои порты, то есть, она построила новые три новых порта на Балтике и постепенно идет к тому, чтобы сворачивать транзит в нашем направлении. Та же маленькая Швейцария, ну, фактически сейчас мы это уничтожаем своими руками, то есть, ну, вопрос тогда, что, о чем? Мы продолжаем в основном экспортировать лесоматериалы, да, то есть, или что это, в чем, в чем эта новая формула того, что мы делаем? И, к сожалению, у нас долгое время правительство, которое совершенно не задается такими вопросами, да. То есть, для них, там, этот банк или это предприятие, ну, пускай. То есть, создаёт впечатление, что у нас правящие круги, для них, вот, какая-то их цель, которая, возможно, нахождение в Европейском Союзе, то есть, мы, европейцы, она достигнута, и больше желать совершенно нечего. То есть, они считают, что Латвия уже является развитой страной, всё, нам особо больше ничего. Всюду мы вступили во все организации. Да, всюду мы везде вступили во все клубы, там, в ОСЕД, в Европейский Союз и так далее. Всюду, да. Всё, больше делать особо ничего не надо, да. Можно только учить жизни, там, другие страны, скажем, ту же Россию, да, там, у них достаточно демократии, там, и так далее. У нас это достаточно, да. У нас, по-большому, основные проблемы решены, далее это какие-то, скажем так, так, так сказать, рутинные проблемы. Но в большой картине, скажем так, происходящая с Латвией, оно, возможно, здесь какой-то феномен того, что такой слон, который находится близко, если он находится очень близко, вы можете не понять, что это слон, который находится рядом с вами, да. Но в большой картине, да, посмотрим вокруг, по всему периметру, да, то есть на ситуации здравоохранения, дороги, образование, да. То есть, ну, объективно повсюду идут информации, что всё трещит по швам, финансирования катастрофически не хватает, врачей не хватает, учителей не хватает и так далее. Но как только эти новости достигают какой-то критической массы, начинается, нет, это всё, там, какая-то пропагандистская кампания, происки Кремля, там, не может быть такого, что у нас всё плохо, мы не провалившиеся государства. Нет, на самом деле всё в порядке. То есть, начинается какое-то убеждение себя, что нет-нет, всё в порядке. Это всё, так сказать, так, ерунда, мелочь. Потом опять начинается. Ну, здесь вот хождение в трёх соснах, да, ну, к сожалению, оно слишком долго происходит. Пока каким-то образом удаётся дурить народ насчёт того, что происходит, и каковы действительно настоящие причины того, что происходит. Вот, интересно, на днях такое ощущение, что, может быть, люди живут в каком-то своём мире, на днях представители правящей коалиции, есть такой у них совет по развитию, потом ещё какой-то есть совет по налогам, сказали, что, знаете, ну, бюджет следующего года будет очень оптимистичный, очень оптимистичный, и даже заговорили о том, что, ну, какие-то предвыборные обещания всё-таки будем выполнять, уже совсем неудобно становится, да, вот, ну, может быть, не всё, что мы обещали, но что-то будем выполнять. Это вообще реально? Действительно ли картина у нас оптимистическая? Потому что на той же прошлой неделе достаточно сопоставить цифры. Нам пришло сообщение, что экономический рост во втором квартале, один из самых активных кварталов обычно, да, весна-лето, 2,1%, и это самый низкий экономический рост в посткризисный период. Так что происходит вообще на самом деле? Да, это хороший вопрос. Да. Видите ли, действительно, в том, что та информация, которая идёт от того правительства, она настолько противоречива, причём в короткий промежуток времени, что часто хочется просто задать вопрос, ну, вы это вообще, вы это что, вы это серьёзно? Вы серьёзно рассчитываете, что народ, да? Да. И в то же время видишь, как, например, многие средства массовой информации, например, тот же лозунг премьера Каринча о том, что, о, у нас в этом году будет самый большой бюджет в истории Латвии. Если хотя бы на 10 секунд об этом задуматься, то есть нетрудно понять всю абсурдность данного предположения. Знаете, если есть экономический рост в экономике, который выше, чем 0%, то есть если мы не в кризисе, если мы не в рецессии, да, то всегда поступление в бюджет будет несколько больше, а значит бюджет будет несколько больше. То есть у нас каждый год рекордный бюджет, да? У нас в прошлом году был рекордный бюджет по сравнению с предыдущими, в позапрошлом тоже был рекордный бюджет по сравнению, да? И так мы дальше будем. И так, на самом деле, ну, вот за исключением нескольких лет кризиса 2009-2010 года, так было всегда. И в следующий год тоже будет рекордный, да? То есть, но каким-то образом, и это было бы так, независимо от того, был бы примером Кариндж, там, Кучинский или там, Яман Парадникс или кто-то еще. Это вообще не их заслуга, в основном это заслуга частного сектора, то есть всех тех, в общем-то, вас также слушателей, которые работают в частном секторе, да? Не благодаря руку. Но мы видим, как средства массовой информации, особенно общественные, это тиражируют как такой действительно огромный успех и достижение. Хотя, на самом деле, это свидетельство о том, что, судя по всему, сказать нечего, ну, если уж настолько нечего сказать, что начинают формироваться такие высказывания. Ну, а если мы более критически посмотрим, да, ну, давайте сравним наш бюджет хотя бы этого года с эстонским. Да, нам не нужно сравнивать с германским, с эстонским давайте. Да, в Эстонии он больше. Представляете, у страны, в которой население значительно меньше, чем у нас, у страны, да, даже служба госдоходов почти в два раза меньше, чем у нас. И количество чиновников меньше. Страна, у которых налоги меньше, чем у нас, налоги на рабочую силу меньше, чем у нас, ПВМ меньше, чем у нас, да? Эта страна в бюджет больше, чем у нас. Ну, вот такая вот история успеха. Вот, что касается этого пресловутого обещания 3 по 500, это вообще реально осуществить в этом году, ну, в бюджете следующего года? Потому что Калинин сказал, что нет-нет-нет, ну, может быть, мы повысим необлагаемый минимум, но не до такой суммы и так далее. Видите ли, что это обещание, как и любое другое обещание, реально осуществит только в том случае, если зарабатывать деньги. То есть, если мы подходим к тому, что обещание можно давать в том случае, если мы зарабатываем деньги, то можно, ну, конечно же, нужно давать обещание. Но вот эта вот коалиция и партия, которые составляющие, они не думают о зарабатывании денег. То есть, в этом я скажу простой пример. Какое министерство отвечает за зарабатывание денег? Министерство экономики. Да. Какой у нас там был конкурс среди партии? Кто хотел взять себе министерство экономики? Да никто не хотел. То есть, министерство экономики дали совершенно последней партии в этой коалиции, которую все называли наименее компетентной, популистической и так далее. Не разваливающейся. Да, и человеку, о котором никто раньше вообще ничего не слышал, который не является ни экономистом, ни бизнесменом, а юристом какой-то малоизвестной контори, помощником юристом. То есть, вот у нас министр экономики. То есть, отношение к зарабатыванию, я бы сказал, знаете, я бы его сравнил к таким средневековым векам, когда основной отраслью было сельское хозяйство. То есть, мы посеем и потом, как, так сказать, боги решат. Погода хорошая, пожнем чуть больше. Плохая, пожнем чуть меньше. Помолимся Богу, там жрецы совершат какие-то обряды, там жертву, что принесем, погадаем на кофейной гуще. И все. Но от нас по особому ничего не зависит. То есть, вот именно такое отношение к экономике у долгое время, у правящей, у этой, предыдущей, всех, у правящих лиц и правительств, что это все какие-то внешние силы. Вот в мире глобально хорошо идет, мы заработаем больше в бюджете, хуже, в бюджете будет меньше денег. Но нам самим, они считают, ничего абсолютно делать для этого не надо. Поэтому давать в такой ситуации обещание, такие как три раза по пятьсот, ну, это, ну, скажем, это кидок с самого начала. Потому что это дать обещание человеку, который изначально даже не собирался ничего зарабатывать. Понимаете? Может быть, в завершение так у нас время быстро идет. Я все-таки бы задал такой вопрос, не знаю, концептуальный, вряд ли философский, но все-таки. Есть какое-то понимание, на ваш взгляд, вот у правительства, у властей, а какие у нас будут, не знаю, приоритеты финансово-экономические? Потому что мы уже констатировали, что мы теперь уже не ближе, чем Швейцария дальше. Уже даже из этого плана развития изъяли вот такую фразу, что мы региональный финансовый центр, тоже нет. Ну, транзит мы видим, к сожалению, из-за всей этой конкурентной борьбы и то, что Россия укрепляет свою систему портов, мы тоже будем терять, видимо. А дальше как мы будем развиваться? Ну, как? Какие у нас есть варианты? Я такого понимания не вижу. Я считаю, что такого понимания нет. То есть, они рассказывают сказки населению и, в первую очередь, сами себе. Они оперируют словами, как у нас будут инновации. Мы будем, ну, помните, скажем, перед предвыборной кампанией, скажем, тот же нынешний премьер Калинч, о чем он говорил. Образование, образование, образование. Инновации, они дают добавленную стоимость. Да, мы будем инновацией, мы будем инвестировать в образование. Вы спросите, они что, инвестировали в образование? Как там, скажем, с зарплатами тех же учителей Науки, высшему образованию То есть сейчас Финансирование тому же высшему образованию И науке, как обоим из них Обоим сферам Оно ниже, значительно ниже Чем оно было 10 лет назад То есть вот даже эти олигархи Которые там настолько плохие Даже они 10 лет назад Давали больше средств К тому, что в принципе это какие-то инновации Может породить Чем те, которые больше всех об инновациях говорят То есть и в чем этот разговор об инновациях То есть они говорят об инновациях Но никто из них не собирается Не думает даже углубляться Что за инновации То есть происходит, может быть я Слишком так издевательски упрощу Но примерно происходит следующим образом То есть на самом верху Нам нужны инновации Дается указание Гасурущим Мы даем деньги на инновации Вот европейские фонды на инновации То есть нужны инновации Гасурущие тоже Какие инновации, как Они говорят Объявляем конкурс Даем деньги за инновации Там предприниматели Там или те, кто Лишь могут Час пожимают плечами Говорят, но мы Не будем связываться с теми Кто не знает, что они хотят Другие говорят Деньги дают, почему бы и нет Вот тут описан какой-то процесс Как вот мы его выполним Скажем, представим Все бумаги, все в порядке Вы нам давайте Вот какие-то конкурсы Объявляются Какие-то деньги Осваиваются Но зададим вопрос Скажем, за все эти Многие годы Этих вот Политики инноваций Вот что Где наш новый Мелдранат Грубо говоря Ничего Где новый Мелдранат Где эти инновации У нас есть одна инновация Это вот Акциз на алкоголь Вот мы играем с ним С эстонцами Сревнуемся Кто больше Продаст алкоголя И будет спаивать народ Ну это как Цинично звучит Но так это получается Вся инновация По сути Конкретного разговора Об экономике О развитии Нет То есть Рассказываются сказки Причем эти сказки Настолько примитивны И одно и то же То есть Мы там образование Инновации И нам Им все время Кто-то мешает То есть То им Зеленые крестьяне Мешают То есть То там Самоуправление Мешает То согласие Мешает Хотя согласие Все это время Находилось В позиции Вообще Непонятно Как согласие Могло Мешать Проводить Все эти инновации Зеленые крестьяне Ну вот сейчас Вот Год Зеленых крестьян Нет В правительстве Но нам надо Думать Что сейчас Появятся Какие-то Очень большие Инновации мешающего влияния. Ну что ж, я так понимаю, что, наверное, и проверка, если так можно сказать, для правительства настоящей как раз будет бюджет 2020 года. Они не так между собой внутри коалиционной партии, мягко говоря, не очень дружат, как мы знаем. Но вот, видимо, бюджет будет, конечно, такой серьезный. Но вот теперь, на самом деле, мы и посмотрим. И, знаете, я очень сильно надеюсь, что атфейский народ даже в этом уверен, что совершенно не такой глупый, как они считают. И что у них не получится сначала сейчас сказать о том, что какой у нас самый большой бюджет в этом рекордный и так далее. Но теперь посмотрим, значит, наверное, с этим рекордным бюджетом будут выполняться эти какие-то обещания. И, конечно, здесь никто уже больше не сомневается, что все то, что касается обещаний касательно обороны 2% ВП, это все, конечно, уже выполнено автоматически. Но посмотрим, как насчет обещаний тех же 3 по 500, тех же в сфере образования, науки, дорог. Вот в завершении, да, в догонку, вот наш радиослушник написал «Спасибо за толику реальности, но вас правительство не захочет слышать. Жаль». Ну, такова реальность, по крайней мере, пока. К сожалению, да. Такова пока реальность. У нас страна, к сожалению, оперирует на основе «разделяй и властвуй», где внимание людей отвлекается тем, что вот у нас есть какие-то здесь мнимые, воображаемые, дорогие, враги. Пятая колонна. На них пятая колонна, на них указывается, кто они конкретно есть. И пока вот происходит фокус «смотрите там, смотрите там», ну, люди не смотрят или менее смотрят на то, что происходит на самом деле. И что на самом деле совершенно нетрудно увидеть. Вячеслав Добовский у нас был в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие». Большое спасибо. Спасибо.